Так, приветствую вас, друзья, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ, сегодня у нас битва замков, и будет разговор о моей Афине. Пробежимся по разным интересным локациям, её протестим, но перед этим давайте немножко пошубуршим на аккаунте моего Сагильдийца, игрок под ником ТипиТип. Блин, ребята развлекаются, видать стёрок дофига, чуть ли не каждый день ники меняют. Ну, да ладно, тут мы быстро проролим 11 тысяч, и потом погоним, короче, на мой аккаунт, ну, вот такое вот разнообразие. Дело в том, что сегодня игрок уже прозрал более 100 тысяч в попытках выбить нового героя под названием Бигфут и Дракас. Как бы он уже выбил, наверное, всех имбовых героев, там, Анубиса, Айфины падали, Ронины, вот. Ну, как бы нужно было просто дать мне аккаунт, и Бигфут легко выбивается, короче. Поздравляю, Артёма, блядь, просто изи шот. И изи, изи, ещё раз, и всё, как бы, и... Как бы, как бы, как бы, блядь, реально, сука, да, ладно, короче, всё, переходим на мой аккаунт, поздравляем Артёма с Бигфутом. Продолжаем, дамы и господа, сегодня хотелось бы поговорить по поводу моей Афиночки, да, да, ребятушки, Афина. Афина моя, наконец-то, докачалась до уровня умения 10 и 10, причём она это сделала на самом деле давно, но добрался поговорить насчёт этого я только сейчас. Много вопросов, вот, пробежимся по разным локациям, посмотрим на неё, она, как бы, у меня в топ прокачана. Почему ремка стоит, я объяснял вам в прошлых видосах, потому что, во-первых, нету у меня ресурсов прокачив... Ну, короче, не падал, во-первых, другой талант какой-то крутой для неё, хотя я не знаю, какой для неё талант крутой. А во-вторых, ресурсов не особо много прокачать его, хотя это полбеды, главное, чтобы был талант. А в-третьих, у меня нету там второго сета ремки пятой реанимации, и прям глаз зачесался, когда начал видео записывать. Ладно, друзья, побежали. Сегодня мы поговорим насчёт неё, покажу её, чё да как, зачем и почему, и сходим в такие локации, которые, ну, не каждый день, наверное, вам показываю. Вот, это лабиринты, арену я вам не каждый день показываю. Ладно, ребятки, подождите. Так, Афина, Афина, где ты, дура? Где ты? Где ты? Короче, всё, видео пошло, ребята, всё, в отрыв пошло видео. Так, ну, единственное, надо, надо, короче... А, это мне уже хозяин аккаунта пишет, там, где я сейчас Бигфута выбил. И что, ребятки, извиняйте. Слушай, ну, не знаю, что ей поставить. А, ну ладно, пускай вот так вот стоит, мне просто нравится вот этой толпой всех, к примеру, вместе с Афиной ходить в рейды. Ну, достаточно такой удобный герой, ладно, идём сюда. Ну, вот здесь такая раста поинтереснее, теперь смотрим, я вот этих вот всех выпускаю. И всё, фигак, 34%, 61%, 69%. Вот, лень ставить Миноса, да, и на Миноса пятую ремку, и вот, если надо ресурсы какие-то пофармить. То есть, просто берёшь, выпускаешь, и за счёт Афины, там, других героев, Некроса, Цеперина, там сразу вот так вот, там, по 75%, просто выносятся базы в ноль. Так же и в экспедиции происходит всё очень прикольно и легко. О, там он радуется, то, что я ему Бигфута выбил. Не знаю, слышно вам, не слышно, как у меня телефон штрикочет или нет. Вот, ну, как бы так вот. Ладно, разговор не об этом. Идём дальше. Арена. Ой, меня скинули на 23-е место. Так, на Чили уйти, Чили я обычно проигрывал. Вот, тем более сейчас с Афиной, если пойду, тоже проиграю. Фишка заключается в том... Ой, вот, Байкер, как тебе не стыдно, а? Вот я сидел целый день на 10-м месте, никого не трогал на арене. Вот, пришёл счастливый, Байкер, и всё. И давай шатать меня. Ну, как вам не стыдно, а? Эх, блин. Ну, тот Байкер от тебя вообще не ожидал. Это я, Оля, пожалуюсь на тебя. Короче, всё, она тебя сольёт нафиг всех героев. Ну, короче, Афину я не использую. Не люблю использовать на арене. Хотя она так же себя там очень прикольно показывает. Ну, вот, у меня опыт какой-то грустный её использования. Хотя вот противники, многие ставят Афину, вполне успешно сидят в топе арены. Ладно, пошли. Сейчас я тут даже... Слушай, ну, давай сюда вот... Нет, изменить настройки Афины. Давайте посередине, чтобы она просто брала там, всех цепляла. И пустим, к примеру, Афину с выражением. Здесь у нас... Здесь у нас... Ну, давай, так вот. И вот так вот. Ну, и посмотрим, как себя будет Афина показывать в топе арены. Так. Долбит героев. И, слушай, ну, нормально. А там уже успела переродиться. Собрана у меня на уклон, если не ошибаюсь. Жизни я с созвездиями ей там не собирал. Очень хорошо по камню долбит. Вот, я думал, я Чили и про... А, хотя я, наверное, Чили и проиграм. А нет, не проиграю. Или проиграю. О, выиграл в последние секунды. Вот, идём дальше. Бавариш. Так. Тут у нас с Анубисом мы сейчас встретимся. Вот, смотрите, моя Афина постоянно от кого-то отхватывает. Вот. А когда, допустим, я встречаю игроков, которые против меня, и они с Афиной, да? А у меня Рина с ракушкой. С ракушкой лезвия, короче. То есть 30% шанс, что Рина полностью урон отразит. И вот специально ставлю Рина под вражескую Афину. Да? И, короче, просто... Афина там вражеская не убивается. То есть там смотришь, вот, и как бы об отражении ни хера не умирает. Просто каким-то образом этот стоит себе. Её там и вражей успевает, если что, отхилить. Короче, не убивается об отражении. Моя же дура бьётся обо всех, такое чувство. Вот. Хотя у неё там ни бастион, ни бог войны никакой не стоит. И очень интересно, когда встречаешься с бойцами, которые на тебя с Афиной идут. И у них Афина стоит, как будто реально там про отражение она вообще ничего не слышала. Очень интересно. Бесит, но интересно. Также я остался достаточно недоволен своим... Как вам сказать? Своим-своим-своим... Рина с ракушкой. Потому что очень странно работает. Я уже даже начал подумать о том, что баг. Потому что иногда бывает там в какой-нибудь локации упрутся у него герои. И просто там, ну, чуть ли не поминусуются, да, бракушку. А на арене часто наблюдая картину, когда вообще похер. Афине похер на моего Рина. Ну ладно, у меня хорошо. Ну, просто вы представьте. Афина лупит до хера. Да, и у меня Рина с ракушкой. Вот. И как бы дико похер. Вот. И дико похер. Не убивается Афина от моего Рина. Хотя я уверен, там Афины, ну, типа, непростые совсем. Мягко говоря. Да, там по-любому какой-нибудь бастион, еще что-то. Вот просто стоят. И ладно, у меня один герой этот Рина. Он как бы, ладно, может быть, ничего он не может сделать. Один с ракушкой. Надо, чтобы в совокупности много героев стояло. Непосредственно с талантами отражения. Но ситуация моего сегильдийца Энди, вице-лидера диктатуры, у него такой же Рина, как у меня. Плюс у него еще вражей с огненной защитой. И тоже ни хера Афины об него не убиваются. Ну, блин, такая интересная штука. До сих пор сижу, ломаю голову, какой талант своей Афине всунуть. На защите Афина сейчас очень хорошо себя проявляет. Ну, на аккаунтах других топов я у себя Афину особо на защиту не ставлю. Она как бы с ремкой. Мне кажется, что, блин, не особо она там с ремкой. Надо сказать, бастом или каким-то другим талантом. Вот, но тем не менее. Слушай, я думал, что используя Афину, я так далеко не пройду. О, еще один мурмурмял. Давай его долбить. Блин, надо... Конечно, надо было бы Афину убрать, поставить с места Афины другого героя. Но, ребят, как бы ладно. Ну, типа, проиграем и проиграем. Если бы Афина убрал, я думаю, шансов было бы побольше. Потому что что-то... Что-то как-то так вот. Ну, сегодня такие мысли и слух по поводу моей Афины. Также сейчас ее протестим в лабиринте. Посмотрим, с какой скоростью там просто вырубаются нахер вражеские пачки. Очень шустренько, очень злобно. Послушаю, мы ушатали. Ушатали все семейство. Все, блин. Будут мне теперь мстить. Ладно, так, и дальше уже тут... А, все, у меня и попыток нет. Короче, странно. Я не думал, что с Афиной дойду до топ-1. Но, как бы, показал ее на арене. Ну, тоже, видите, все равно, блин, ПВП-герой. ПВП-герой, даже с ремкой ПВП-герой. Опять же. Опять же, вот по поводу Рина я недоволен, ребят. Вот сейчас я уже могу сказать с точностью, что... Ракушку на Рина я ставить не советую. Или только в том случае, если вы там берете 6 героев каких-то основных и им всем ракушку. Вот тогда, наверное, жопа будет противнику. А вот в этом плане, ну, или ворожей успевает отхиливать героев. Или что? Ну, даже Афина, сука, не убивается. Даже Афина не убивается, понимаете? И по моим наблюдениям падает он как-то быстрее все-таки, чем Рина с той же каменной кожей. И бастионом, ну, такое. Такое себе. С одной стороны, моментами нравится. Моментами он что-то может показаться. С другой стороны, нет. Далее, вот у меня Афина. Все, докачано до максимума. Что с ней делать, хер его знает. То есть, хотелось бы ее усилить. Но, опять же, нет у второго сета пятой ремки. Дальше, смотрим. Выбил сегодня на халяву еще раз бог войны. Ну, что, и бог войны ставится. Как бы так вот. Но, тем не менее, смотрите, моя Афина каким-то чудесным образом на арене держалась. Ее убивали не сразу. Ладно, идем в лабиринт. У нас такой сегодня странный, на самом деле, видос. Вот, разговорчивый, простой, знаете, такой дружеский. Каким маршрутом здесь идти, я сейчас не знаю. Так, 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 так. Ну, давай по-простому пойдем. Так, сюда, сюда. Давай сюда. Так, у меня здесь должна стоять Афина. Выйти. Создать команду. Стоит она у меня здесь, посередине. Спереди Купидон. Хранитель. Они, о, смотрите, это там чувак все радуется, что я ему бигфута выбил. Стоит у меня здесь Купидон. Хранитель. Это баф они дают. И, как бы, дается баф героям. И задача Некроса, Афины, Медузы, которая, кстати, прокачана на 8 и 10. Каким-то моментальным образом ушатать команду противника. То есть, одним молниеносным ударом. Если это не получается, обычно я проигрываю. Вот, надо, как бы, Медузу тоже качнуть, наверное, на 10 и 10. Также хотелось бы отметить Малышаника, который, ну, ясен-пень первый выстреливает. И, как бы, не дает там аресам вражеским сразу сработать и так далее. Ну, и плюс Медуза по аресам отрабатывает. Видите, у меня здесь валя, арес никто не стоит. Давайте потестим пачку с Афиной. Посмотрим, что будет происходить. Все, видите, шуп-шуп-шуп-шуп-шуп. Все очень достаточно быстро происходит. Афина, Афина, блин, в лабиринте мне нравится. Но я помню, с ней бегал в лабиринте, когда у нее было 9 и 10. Но чуть мне показалось недостаточным это. И я тогда, короче, психанул и ее убрал. Сейчас обратно поставил. Вот после того, как десятку сделал. И вроде норм. Ну, сейчас не удивлюсь, конечно, если я назло сольюсь. Но просто посмотрите, каким образом быстро пачки вырубаются. Это мне нравится. Вжух-вжух-вжух и все. И готово. Дальше сюда идем. Ну, опять же, сижу, постоянно голову ломаю. Какой бы ей талант в сумму. Потом вспоминаю про то, что у меня нет второго сета пятой ремки. Мне становится грустно. И вот такая херобора у меня творится в мозгу. Не знаю. Не знаю, ребятки. Ну, даже с ремкой. Да, даже вот просто с ремкой. Просто Афина, собранная на уклон. Она все равно выдает какой-то демаг. Она свои функции осуществляет. И даже вот с такой грустной Афиной, по идее, да, без бастионов, без, не знаю, ожогов. Что там на нее только не ставят. Как ее там не мучают и не тестируют. Все равно она вот простая пятая ремка. Она все равно какие-то свои функции осуществляет. То есть вот даже на арену зашли. В топ-1. Сейчас посмотрим, меня ушатали обратно или нет. Можно, конечно, приколоться сейчас, попробовать еще волну пройти. Чтобы было поинтереснее. Хотя куда это видео интереснее. Оно ужасно. Оно такое записывается в попыхах. Я всякой херни наговорил. Но надо иногда вот побольше таких видео. Вот совсем простых. Ты сидишь и просто что, у тебя в башке есть. Балаборишь и не паришься по поводу того, как у тебя это получается. Зачем ты это делаешь. Почему? Вот мне хотелось просто поговорить по поводу своей Афины. Вот. И я поговорил. И как бы так вот. Далее можем. Сейчас расстановка. Нет, не это. Вот это, да? Опачки. Кто у нас тут стоит? Кто не стоит? Ворожей. Рина. Афина. Сейчас еще раз проверим, кто стоит. И попробуем пройти две волны. АЕ. Вот таким вот, казалось бы, неадекватным составом. Вот. И пройти АГ. И при этом используя Афину. А Афина может очень хорошо убиться об самоуничтожении. Но единственное выражение, наверное, все-таки надо руны. Руны поставить оживление. Так. 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 Поставили руны оживления. Сейчас наймем быстренько юнитов. До сих пор не понимаю, почему разработчики, ну, не возьмут просто и не сделают нормально. Чтобы ты там одной кнопкой херак, херак отметил, сколько тебе надо юнитов купить. И они купились. Нет. Надо вот такую вот херобору всякую устраивать. Непонятно. Так. Еще раз сюда. Ну да, тогда начнем с АГ. Габалны. А потом тогда еще волну АЕ включу. С этой же расстановкой по ДГ. Вот так вот мы пойдем нестандартным путем, ребята. Ой. Уже 16 минут этого ужаса. Ну ладно, я думаю, в 20 минут уложимся. Уложимся в 20 минут. А вы пишите ваше мнение по поводу Афины. Какой талант посоветуете? Я постоянно, постоянно в раздумьях, ребята. Постоянно в раздумьях. Ладно, давайте АГ волну. Посмотрим, как у нас там. Афина-то будет пожевать. И пройдем, и не пройдем. С первой и единственной попытки АГ волну. То, что там Варлок стоит, это плохо. Потому что если она попадет, я думаю, по Варлоку, то до свидания. Видите, у Афины ограниченный радиус действия. Она в такую даль, конечно, лупить не будет. Но если будут позволять близко подходить к Варлокам, у них отражение, то это, конечно, будет грустная ситуация. Ой, вы посмотрите, как Афину пришпандорили. Ворожей. Ворожей, ты где? Что-то интересно, Карасик на ком-то стоит из этих шести героев или нет? Слушай, а все, Афина минус 0. У нас, походу, даже Карасик не стоит. Так, неудачный эксперимент Афины. Проверяем, у кого какие питомцы стоят. Так, здесь понятно. А, слушай, Карасик даже стоял. Ладно, давай еще одну попытку. По-быстрому зря я выключил. Надо было тогда досмотреть. Ну, сейчас у нас в более сложной обстановке. Афина живет еще. Вот, в более сложной обстановке. Юнитов у нас нету. Для защиты на АГ волне от тех же Вальторов. Но, конечно, магию реализовали Афины очень красиво. Очень классно это выглядит. Афину уже один раз успели убить. Или, ну, точнее, она, наверное, скорее всего, сама убилась. И я видел, что у нее оживление сработало. Но, тем не менее, она еще жива. Афина еще жива. Это удивительно. Здесь у нас что? Ха, просто все здания ушатали. Слушай, давай АЕ волну. А, стой, АФ. Слушай, давай АФ волну. Ой, я уже забыл, что это такое. Ну, конечно, эта раста совсем не подходит под АФ волну. Но почему бы и нет. Так. АФ 2 волна. Афина живет. Удивительно, но она живет. Сейчас проходим без тыквы. Из хиллеров у нас ворожей. Такой новый супер состав для АФ волны. Не бой. Слушай, блин, как она красиво, конечно, это делает, ребята. Как она красиво всех вышатывает. И сколько влетает черепа. Сейчас у него умение снимется. И ему сразу, видите, жопа пришла. Моментально просто. Моментально. Так. Ну, тут уже серьезно. Серьезные войска на нас идут. Слушайте, вроде казалось бы, совсем недавно была непроходимая волна. Волна, которую было очень сложно пройти. Сейчас посмотрите. Как она выстреливает, а. Посмотрите, как сейчас это на Изи происходит. Ну, давайте, кстати, попробуем АЕ волну пройти. Там же у нас эти демоны с отражением. Как раз таки. Посмотрим, что из этого получится. АЕ волна. Вот эту волну, может быть, и не пройдем. Тут она, конечно, вышатывает всех. Так, АЕ волна. А, у нас тут, видите, может стрелок помочь. И плюс у нас тыква не стоит. Если с демонами какие-то проблемы будут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, просто, ну вот удовольствие смотреть, как Афина, короче, лупит своим умением. Очень красиво это выглядит. Вжух, вжух, вжух. АЕ-4 волна. А, тут у нас уже сейчас демон прилетит. И, видите, дядь космотеги. Ну-ка, давай по дядь космотеги. Ну-ка, дядь космотеги. Пошла урон наносить. Вот и демон пришел. Он щит включил. А Фине похер на щит демона. То есть, как бы, ерунда для нее. Ну, нас спасает то, что у нас тыквы нет. Так бы, я думаю, кто-то доубился бы об отражении. Сейчас ему еще и включиться не дают. Поэтому если, типа, бигфут, бигфут. Так. Отличненько. Отличненько. Давай дальше. АЕ-5 волна. Ой, тут у нас мега дракон. Да, слушай, конечно, для старых волн Афине вообще. Афина вообще на всех клала. Она будет попробовать как-нибудь поэкспериментировать с Афиной и вражей. Вжух, вжух, вжух. И все. И демона лупить просто. Плюс сто пятьсот ударов по демону. А еще Дина стоит. Кажется, Дина дольше проживет, чем демон. Да, Дина дольше прожил. У него вот дофига жизни. Аж неинтересно. Разработчики, добавьте уже там новую волну какую-то, а? Ой, сила плюс четыре. Вот это шок-контент. Ладно, друзья, на этом все. Глянем, что. Дали мне пинка с ареной. Так, девять минут назад вы были побеждены байкер. Ваш рейтинг упал на пять. Ага. Иди сюда. А, блин, я не могу. А, у меня еще. У меня и карты еще использованы. Слушай, ну все. Я тебе объявляю войну, Руслан, короче. Объявляю тебе войну. Ладно, друзья, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это позитивное видео ни о чем. Такие вот мысли и слух про Эфину. Вот, поплакался, поныл. Все, как вы любите. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok